Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы поговорим о, на мой взгляд, недооцененном медицинском направлении, которое называется физиотерапия. И если брать уже конкретно физиотерапию, то поговорим о её сегодня с точки зрения гинекологии. Потому что, ну, сами понимаете, все мы с вами в этом заинтересованы. Лариса Геннадьевна Пищикова, специалист по физиотерапии, реабилитации женского организма, решение гинекологических проблем, Московского областного центра охраны материнства и детства присутствует здесь у нас в студии. Здравствуйте, Лариса Геннадьевна! Здравствуйте! Скажу по секрету, что до эфира я сразу же сказал Ларисе Геннадьевне, что физиотерапия, ну, точно недооценена. Потому что всегда, я помню ещё с детства, вот слово физиотерапевтический кабинет, что-то ты приходишь, что-то тебе какие-то что-то наклеили, какие-то аппараты, что-то журчит, что-то стучит и так далее. Тебе кажется, зачем это нужно, когда ты пришёл, тебе укол сделали, тебе стало хорошо и так далее. Понятно, что со временем, когда человек попадает в любую больницу, в самую хорошую и, скажем так, не в самую хорошую, там тоже есть какой-нибудь до физиотерапевтический кабинет есть. Это в лучшем случае сейчас, в лучшем случае. Заходишь иногда и смотришь, там стоят аппараты ещё советских времён, которые до сих пор шуршат. Говоря серьёзно, что ваша, скажем, версия физиотерапии, мы будем говорить и о самой физиотерапии, конечно же, о реабилитации женского организма, это особенная история. Абсолютно. Потому что вы вместе с замечательным коллективом МОЦОМТ, Московского областного центра охраны материнства и детства, постоянно здесь у нас приходят специалисты, вы находитесь на том острие, где есть природа, которая сама по себе как-то ни крути, и мы. И иногда мы думаем, я на простом таком честном уровне, что таблеточки, укольчики, всё хорошо. А ведь иногда ничего такого химического-то не нужно. Абсолютно верно. Само слово физиотерапия в себе заключает физис – это природа, и терапия – это лечение. То есть мы говорим о том, что зачастую медицинское лечение как таковое заключается как раз в фармдействии препаратов, что сейчас, собственно, вышло на основополагающий уровень. То есть физиотерапия в далёком прошлом. Вот с моих детских воспоминаний ещё, когда мамы, бабушки возили нас по самому анаториям, по этим лечебницам, так называемые. Абсолютно верно. Кварцевание, какие-то бальнеологические процедуры, бульки вот эти все. Ванны. Ванны, жемчужные. Это просто изумительно, да. И дети, которые выросли в той среде, когда родители возили их на курорты, на физиологические все эти лечебные процедуры, вот они сейчас, будучи уже вот теперь мамочками, пришедшими к нам в родильный дом, стационар, они с радостью вспоминают, и они знают, что такое физиолечение, они идут с удовольствием. А те, кто впервые сталкивается действительно с физиолечением, приходят и в недоразумении, в боязни, что это будет и больно, и неожиданно. Они, конечно, насторожены. Но когда проходит первая процедура, девчонки бегут ко мне с радостью, когда они чувствуют облегчение, когда они видят помощь в моих руках. Я думаю, что это очень замечательно. И всё, что касательно восстановления организма, женского организма, особенно после родов, гинекологические проблемы, да, то есть послеоперационные, вот, думаю, что физический фактор незаменим, недооценен. Вот. И низкая... Ну, вот я тут хотел подключиться, как бы вечный вопрос, да, ну, ни для кого не секрет, особенно для мужчин, которые всё знают, конечно, что роды – это такая, ну, очень жёсткая процедура, мягко говоря. Вот. И иногда возникает такой простой материалистический вопрос, назовём его так, почему так устроен женский организм, что природа самих родов заставляет выдерживать вот эти невероятные перегрузки. Я сейчас даже не беру какие-то такие патологии, да, но всё равно это какой-то такой наносится организму, как бы удар, если можно выразиться. Там даже не удар, там испытание на прочность, скажем так, да. Почему так устроено? Потому что, казалось бы, ну, почему природа не сделала, чтобы это было проще, легче и так далее. И после этого реабилитация, наверное, поэтому больше природная нужна, потому что, ну, понятно, что без медикаментов мы никуда не делимся. Да, их никто не исключает. Это как бы параллельно идущие две специализации, то есть и фармакологическая деятельность, да, непосредственно, и физиотерапевтическая. Потому что если мы берём в учёт то, что лекарственные медикаменты сами по себе действуют определённое количество времени, скажем, те же антибиотики мы принимаем 7, ну, тире там дальше дней, вот, то физиолечение – это как процесс реабилитации, восстановления самого организма посредством физических факторов, то бишь природных факторов. Мы возвращаемся к природному естеству, да? Опять же туда, да, опять же туда с минимальным, с минимальным побочным действием. То есть там, как бы, скажем, все эти физические факторы, вот, основаны на том, что мы поддерживаем собственные природные биологические факторы. Вот, возьмём любого вида деятельность, будь то светоэлектролечение, да, будь то больниология, курортология, ну, всё, то есть всё, что мы в дальнейшем после того, как организм перенёс стрессовую ситуацию, да, пролечили терапевтически и потом подключили методы физиотерапии. Это вот, я так думаю, что будет как бы закрепляющим звеном, потому что… В общем, так сказать… В общем, да, потому что очень много сейчас хронических заболеваний. Вот в свете последних тяжёлых болезней, тот же ковид. Вот, когда… А вот как работает, сейчас поговорим конкретно о гинекологической, так сказать, составляющей физиотерапии. И так происходят роды, да, на сегодняшний день понятно, что делается всё возможное, чтобы и мама, и ребёнок пережили этот период, да, максимально… Роды произошли естественным путем, да. Да, естественным, и чтобы вот на первом этапе жизни ребёнка и мама, и ребёнок чувствовали себя, ну, стоически выдерживали все эти нагрузки. Ну, ребёнку в данном случае, наверное, проще, потому что он ещё не в курсе, как бы. А вот мама, да, тут и то, что было до, как… Очень много психологических аспектов тут, вы знаете, лучше, чем я. Насколько вы подходите к этому, как физиотерапевт, не простой там, да, поликлиники или в больнице, в любом направлении, что тоже важно, мы об этом поговорим, а именно вот к только что родившей женщине. Чем отличается ваша физиотерапия? Абсолютно верно. Здесь физический фактор не только работающий, то есть аппаратурное какое-то воздействие, да, но и психосоматическое. То есть вот под действием именно разговора, убеждения, рассказа о том, как будет действовать та или иная процедура. Девчонки действительно расцветают в плане надежды, в плане удивления для себя даже, какие ощущения они испытывали до начала процедуры, какие ощущения они испытывают после процедуры. Ну и, конечно, когда мы уже с ними прощаемся, там обычно у нас четвёртый-пятый день, вот, в зависимости от того, какие были роды естественные, либо кесарево сечение, они действительно ощущают пользу этих процедур, насколько лучше они себя чувствуют. Они говорят, мы начали летать, вот даже такие ощущения бывают после кесарево сечения, это же полнокровная тяжёлая операция, достаточно тяжёлый процесс восстановления, потому что... Это нарушение как бы в организме. Абсолютно верно, ещё и детки на руках, то есть мамы испытывают двойной строй, да. И мы помогаем девчонкам восстанавливаться в этом плане. Естественно, вот разговор, то есть психосоматика сама, то есть говоря о том или ином виде дети, я всё рассказываю. Когда ко мне девочки приходят, я всегда стараюсь им рассказать, что мы будем делать, как вы будете себя при этом ощущать, что вы будете чувствовать после процедуры. Вот, и я так думаю, что это работает вдвойне. Ну, это доверие, и уже давно этот процесс происходит. Вот какие там, ну, скажем так, процедуры рассматриваются? То есть исходя из чего разрабатывается этот физиотерапевтический курс, это направление? Так называемые методички, да. Мы работаем по методикам, которые разрабатываются, да. Вот, у нас работал замечательный врач, который разрабатывал эти методические пособия. Да, пособия. Вот, Харитонова Наталья Юрьевна, низкий ей поклон. Я с ней работала первое время, она у нас была заведующая отделением. Вот, это чудесный человек, который относился к женщинам действительно как части себя, то есть природу, чувство природы женщины. Вот, и работали мы в этом направлении все, что она мне передала, я, естественно, пытаюсь сохранить и, естественно, немножечко приумножить, да. То есть вот эта психосоматика, о которой мы говорили, то есть здесь же мы работаем не только с послеоперационными женщинами, а у нас лактация основная, да. То есть грудь, женская грудь, которая будет вскармливать малыша, и как работает вот это все в комплексе физиотерапии плюс психосоматика, вот о чем мы говорим, вот как помогает потом дальнейшим девочкам при вскармливании малыша. А всем показана физиотерапия? Или, скажем даже так, случаи же разные бывают, вот вы уже коснулись, то есть, наверное, несколько разных направлений, да, процедур. Абсолютно верно. Все, естественно, идет от того по назначению врача, да, то есть врач, акушер-гинеколог, врач-физиотерапевт, исследуя вообще анализы, смотрят по состоянию женщины, есть противопоказания, как у любой терапии, у физиотерапии есть противопоказания, это несомненно. Но там в большей степени это тяжелые какие-то патологии, то есть патологии крови, психопатологии всевозможные, вот. И все женщины у нас обследованы. То есть начнем с того, что в родильный стационар попадают женщины обследованные, да. То есть если есть какие-то противопоказания, если есть психические нарушения... Они же указаны. Конечно, мы это все наблюдаем, мы это все контролируем, история родов ведется, это все заносится в историю родов, и мы смотрим, конечно, противопоказания тут, ну, уже, к сожалению... Ну, я понимаю, что это выбор каждому, то есть я к чему этот вопрос задавал? То есть нет такого, ну, как бы, поголовного, а внимательного подхода... Абсолютно, огульного. Индивидуальный. Кому-то так надо сказать, вы же уже, наверное, видите даже чисто, здесь надо чуть-чуть пожестче, здесь помягче, здесь еще как-то и так далее и тому подобное. Мы во второй части сейчас поговорим вообще о физиотерапии как вот методике, потому что, опять же, возвращаясь, она недооценена. Но вот на выходе, наверное, приходят какие-то уже прощаться с вами, может быть, пациентки. Что они говорят? Они поверили в физиотерапию? Не стало? Появилось ощущение, что именно, я не знаю, там конкретная процедура им помогала, и они хотят даже дома ее еще делать? Абсолютно верно. Вы же потом выписываете, предлагаете им пойти куда-то в физиотерапический кабинет? Есть такая необходимость, потому что у нас, конечно же, послеродовые девочки – это время, которое теперь принадлежит деткам в основном. То есть, выйдя из стационара, если это требует лечения, вот конкретного лечения, есть определенные сложности, тогда мы рекомендуем в наших женских консультациях, при МОЦОМДЕ, есть физиокабинеты, которые работают и помогают как акушерским девочкам, то есть, так и гинекологическим. Вот. И в дальнейшем. В детских больницах, в детской больнице в нашей, в детских поликлиниках также существует отделение физиотерапии. Вот. То есть, все, что касательно этого направления, мы консультируем, да, и даем рекомендации, абсолютно верно. А есть девчонки, которые хотят иметь у себя дома физиоаппарат. Естественно, тоже точно так же… Интересует содиакопию. Видите, можно ли? Абсолютно верно. Точно так же консультирую, даю рекомендации. Опять же, есть ли это интересно? Опять, видишь человека, когда человек заинтересован, есть ли кто-то близкий работает в сфере медицины. Ну, понятно. Вот мы об этом сейчас поговорим в второй части. Напомню, что у нас в гостях Лариса Геннадьевна Пищикова, специалист по физиотерапии, реабилитации, прежде всего, женского организма, решение гинекологических проблем. Ну и, конечно, все это происходит хорошо нам в городском округе Глюберц в известном московском центре охраны материнства и детства. И речь идет о родильном доме. Это вот то непосредственное место, где все процедуры важны, и все идет на пользу. Прежде всего, даже не знаю, а прежде всего кому? Маме или ребенку в итоге? Прежде всего, малышу нужна здоровая мама. Поэтому маме. Абсолютно верно. Как в самолете. Если, не приведи Господи, что-то случается, сначала надеваю маску на себя, потом на ребенка. Делаем небольшую паузу и возвращаемся в студию. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. В гостях у нас Лариса Геннадьевна Пищикова, специалист по физиотерапии, работает в Московском областном центре охраны материнства и детства, профессионально занимается реабилитацией женского организма, решением всевозможных гинекологических проблем. Мы об этом поговорили в первой части. Конечно же, коснемся это и во второй. Но вот у меня какой вопрос возник. Я уже, как вы понимаете, тоже бывал, правда, не в родинном доме, но в других учебных учреждениях. И всегда к физиопроцедурам, назовем это так, очень странное отношение. У большинства людей, не потому что им не нравится, но не то, что нет недоверия. Им кажется, что это какая-то мелочь, что это вот как травку пить. Знаете, говорят, у меня болит живот, попейте травки, ромашечки, заварите себе. То есть, что вот для того, чтобы, если будет эффект, надо 10 пройти процедур, что-то там журчит и так далее, как какой-то аппарат. Это первое. Второе. Мы, наверное, прекрасно с вами понимаем, что есть как бы в любом деле светлая сторона и тёмная. То есть, конечно же, фармалкологическим компаниям выгоднее продавать таблетки и всевозможные уколы. Сделал укол и пошёл работать. Там неврологические какие-нибудь проблемы. И не приходит человеку в голову, что даже простой массаж, который тоже недалеко, скажем, правильный массаж от физиотерапии стоит. Они все в комплексе идут. Да, это совсем другая история. Вот у меня возникает такой вопрос. Это принципиально так как-то загнали физиотерапию в какой-то вот такой, ну, вроде как есть, а вроде как нет? А вроде как и незачем вроде, да. Я так думаю, что абсолютно верно. И чувства мои меня тоже не подводят, потому как я смотрю, изучаю, интересуюсь, скажем так. Не заслужена физиотерапия. Физиотерапия сейчас как бы убрана в дальнюю сторону до существующего лечебного процесса. Потому что действительно фармакология – это монстр. Физиолечение. Ведь дело в следующем, что принял таблетку и не болит. Вот оно что. Да. А физиотерапия – это комплекс процедур. И это не одна процедура. И так как это воздействует на биологическое здоровье, ну, то есть на физическом факторе, на это всё происходит, значит, здесь недостаточно одной процедуры, потому как после трёх-четырёх процедур мы имеем иногда обострение этих самых заболеваний. Это говорит о том, что мы сдвинули с мёртвой точки ту или иную существующую проблему. Вот. И надо пройти комплекс процедур. То есть это будет от 10 и выше, и 15, и 20 бывает в том моменте, например, магнитотерапии. Это всё действует пролонгированно. То есть действует не здесь и сейчас на острие иглы, как мы говорим, иногда обезболивающий фактор. Это действует пролонгированно. То есть результаты мы можем увидеть через месяц-полтора, а то и три. Ну, и отсюда, наверное, идёт недоверие, если отложить пока в сторону формалкогическую составляющую. Тут идёт ещё недоверие пациента, потому что… Самому процессу, длительно это всё. Да, а если это ещё надо потом через некоторое время проверить. Опять же, бывают, наверное, процедуры, когда человеку, ну, там, тёпленько что-то чувствуется. Абсолютно верно. И которые действуют вот именно это, да, на острие иглы. Он её любит, иногда приходит и говорит, я хочу вот это. А ему говорят, вам уже хватит. Я хочу, да, я знаю, мне хорошо. И опять же, вы сами говорили, да, люди даже хотят приобрести этот аппарат и так далее. Но опять же, тут другая история. Безнадзорно это делать тоже опасно. Абсолютно верно. Есть безопасные, такие, как магнитотерапия. Вот о чём мы говорили. Вот про обезболивание. Вот эти методы электролечения, так называемые синусоидальные модулированные токи. Девочки наши знают это как миостимуляция. То есть мы стимулируем те мышцы и внутренние органы, которые у нас атонически, ну, застоялись, скажем так. Например, это вот после беременности, да, где малыш сдавливал все внутренние органы, и кишечник, мочевой пузырь, в общем, всё. И когда мы включаем миостимуляцию, в комплекс которой включено как раз обезболивание, да, с тремя восклицательными знаками, это так действует, потому что блокируется проводимость нервных каналов кальциевых, да. И вот на этом фоне происходит обезболивание. И девчонки говорят, да, мы к вечеру начали летать. Вот о чём я тогда говорила изначально. Мы начали летать. И кто знает это, ты, о, я пришёл к вам уже третий раз, там, например, в роддом, и вы каждый раз мне делали физиотерапию, я теперь сама к вам пришла. Я говорю, ну, давайте с назначения врача начнём, а потом уже будем. То есть любят, верят. Те, кто уже проходили единожды это лечение, те знают и идут с удовольствием. Ну, тут ещё возникает такой вопрос, что часто говорят, вот посмотри это видео, а человек на видео просто делает упражнение, вроде как рукой влево, рукой вправо, ногой и так далее. И выясняется, что эта методика работает, да, ну, например, для людей с какими-нибудь неврологическими заболеваниями, там, мышцы шеи, вот это, есть целый комплекс. Да, нарушение кровотока, абсолютно верно. Потому что мы же перестали уже двигаться, вернее, перестаём двигаться, и, кстати, это происходит даже не в зрелом, мягко говоря, возрасте, иногда и в молодости человек всё время сидит у компьютера, и всё. Вот поэтому, наверное, мне кажется, что физиотерапию нужно продвигать, как наоборот, некое такое таинство, о котором почему-то не знают. Когда вы вдруг, неожиданно, можете позволить себе попасть в дорогую клинику, то я поражался, я был на приёме, когда мне сказали, просто мне сказали так буквально, мы вам покажем сейчас упражнения, а их всего пять, но вы вам покажем одно, ну, логично, потому что если мы покажем вам пять, тогда вы не будете платить нам за это. Я говорю, ну, давайте, покажите мне хотя бы одно, ну, такое простое упражнение. Говорят, вот у нас комплекс из пяти упражнений, вы будете приходить, будете делать и так далее, и называют довольно внушительную сумму денег. То есть частные клиники физиотерапию продвигают, но они попросят за это деньги, значит, логично предположить себе, что это работает. Абсолютно верно. И момент какой ещё? Сейчас с тем, что у нас развивается наука и техника, соответственно, очень много физиотерапевтических аппаратов, которые реально творят чудеса. Особенно это знают женщины, которые посещают косметические салоны. Вот. Ведь вся, буквально, индустрия красоты практически, если это не инвазивные методы терапии, то это физиотерапевтические, микротоки, и там можно массу перечислять. Все, кто ходит в эти кабинеты, все прекрасно знают, как это всё работает. И то, насколько дорогие эти аппараты, естественно, и влечёт за собой вот эту ценополитику такую. Поэтому если у вас есть возможность, а в данном случае, я не говорю даже про мацонт, а вообще в вашей поликлинике или, если вы на стационаре, есть возможность воспользоваться физиотерапией, это надо обязательно делать. И, ну, я так понимаю, что бывают люди с заболеванием, периодически приходят, и они уже сами знают, что это записано. Абсолютно верно. Они уже знают, как это работает, что надо делать, куда идти, да, и какие. Вернёмся в родильный дом. Довольте. Куда возвращаться? В мацонт. И важный такой ещё момент. Вы специалист физиотерапии. Вы уже, наверное, перевидали самых разных, ну, скажем так, как вы говорите, девочек, да, так мило их называете. Тут ещё важно врач, который принимает пациентку до родов, проходит с ней вот весь этот путь, или, скажем так, комплекс врачей, да, врачебных практик. Вот насколько врачи сегодня, которые проходят подготовку, не только в мацонте, а вообще, насколько они в курсе физиотерапевтических процедур, что неплохо было бы вот именно этот магнит, неплохо было бы именно вот этот аппарат. Или всё-таки просто они направляют к вам, а там вы уже сами решаете, к кому что. Вот в этом плане, конечно, да, работает конкретно врач-физиотерапевт. Абсолютно верно. Потому что есть многие методики, которые используются при том или ином заболевании, да, при том или ином виде вот существующей проблемы. К примеру, если есть гематомы, то мы не используем ультразвук, вот, а используем кварцевание, скажем, и лазер, да. Если, к примеру, отёки, то мы используем магниты, вот, и ультразвуковую терапию, которая замечательно работает на отёках. Вот тут в комплексе работает, конечно, только врач-физиотерапевт. Он знает все нюансы, все подводные камни, да, как так называемые, вот это именно данные проблемы. Ну и плюс отталкиваясь от истории пациента, да? Абсолютно верно, абсолютно верно. Иногда картина зачастую бывает одна визуально и другая внутренне, потому что, сами понимаете, да, кесарево сечение – это не только один косметический шов на поверхности, но и другой, который внутри кроется, да, достаточно серьёзный. Вот, поэтому врач-физиотерапевт, естественно, отталкиваясь от этих всех знаний, от разработки методичек, вот он тогда назначение делает качественное, и я так думаю, что правильно. Ещё один такой провокационный вопрос. Понятно, что руководитель того или иного лечебного учреждения занимается приобретением оборудования, выбивает его зачастую, ему говорят, вам не положено, а он выбивает и так далее. Понятно, что приобретение конкретных инструментов, которые необходимы для… Это тоже такая плановая большая работа. Вот в этом списке приобретаемых аппаратов физиотерапия хотя бы посередине или там где-нибудь всё-таки в хвостике? Очень провокационный вопрос, я хочу сказать, да. Вот, и надеюсь, что… Ближе к середине стараемся, да? Что стараемся ближе к середине, да. Но зачастую бывают такие обстоятельства, вот последних экономических событий и моментов, что физиотерапия действительно по остаточному принципу. К сожалению, вы, ах, да, вот, хочется, когда… Но вы знаете, что нужно, и как только есть возможность, вы об этом говорите. Абсолютно, я об этом говорю, да, я прошу. Это руководство мы тоже должны понять, потому что важно те аппараты, которые, ну, как бы так… Жизнеобеспечивающие, вот, то есть не сейчас и здесь, да. Да, когда прямо жизнь и смерть стоят. Здесь мы возвращаемся к вопросу, что если бы у нас всегда всё было идеально, то, наверное, мы бы жили счастливы и так далее. Абсолютно согласен. В том смысле, есть аппараты, которые помогают, вот о чём мы говорили тогда, да, после постковидные, там же очень много осложнений в лёгких возникает. И вот, к примеру, из новейших, озонотерапия та же, да, вот сейчас на данном этапе очень… Да, 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 да. Её, кстати, и подкалывают внутрикожно, то есть это и иммуномодулирующее, и рассасывающее, и, значит, момент восстановления организма физиологически происходит вот буквально за какие-то короткие периоды. То есть мы не ждём хронических состояний заболевания, да, а мы помогаем вот именно вот этими новейшими сейчас технологиями инфракрасное облучение, это же и давно уже известно, да, то есть вот как восстанавливает хорошо. В общем, следите за тенденциями. Следим за тенденциями, да, радуемся, что у нас есть перспектива, может быть, действительно, когда-то это станет каким-то уже как бы не ключевым звеном, но вровень действительно с фармакологией, когда мы будем уже говорить, как сказать, на равных с… Подождите, с таблетками, давайте попробуем вот это, либо давайте с таблетками… Давайте в комплексе это всё решим, а сейчас так оно и работает. Будет не три вида таблеток, а один вид. Вот абсолютно верно, минимизация как раз вот этой терапевтической, лечебной, вот этой фармакологической дозы, абсолютно верно. Лариса Геннадьевна Пищикова, специалист по физиотерапии. Мне кажется, что к такому специалисту придёшь, у тебя все же вырос сосудцы, и всё будет хорошо. Не будет хронических состояний. Да, Лариса Геннадьевна занимается реабилитацией женского организма. Очень хорошие отзывы о работе им отцом, да и ваши персональные. Ну и если вот какие-то гинекологические проблемы, если вы попадёте в мотцом, знайте, что вас встретит такой замечательный доктор. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Счастья вам, удачи. Продвигайте физиотерапию дальше. Спасибо. А это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»